МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТИХИЕ УЛИЦЫ И ПАРКИ Скоростные трассы, серпантины, тоннели, эстакады и развязки. Все это дороги. В одной только России почти миллион километров дорог. Это в три раза больше расстояния от Земли до Луны. Сама дорожная конструкция, принципы ее не изменились с времен Римской империи. Но внутри этой конструкции огромное количество новшеств, основанных реально на последних достижениях науки и техники. Ученые уверены, совсем скоро дороги станут не просто хорошими. Они будут умными и самостоятельными. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автомобильная дорога Дорога – сложнейшее инженерное сооружение. Двух одинаковых быть не может. Современная дорога – результат серьезных лабораторных исследований и инновационных технологий. Дорога – это достаточно сложный объект, который включает в себя не только дорожную одежду или проезжую часть, но и элементы обустройства дороги. Это и бортовой камень, и дорожные знаки, и дорожный размер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большая автострада или тропинка в парке. Любая дорога начинается с проектного бюро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь скрупулезно просчитываются сотни характеристик. От экологической безопасности до экономической эффективности. Причем на много лет вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При этом определяют перспективно существующую интенсивность движения. То есть то, сколько сейчас машин проходит. И сколько будет через 20 лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Инженерные кульманы и бумажные чертежи уже уходят в прошлое. Главный инструмент современного конструктора – программа 3D-моделирования. Трехмерная графика позволяет создать высокоточную модель будущей дороги. Для этого необходимо собрать и обработать огромное количество данных из самых разных источников. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во-первых, используются данные лазерного сканирования. По ним мы создаем рельеф. Используется аэрофотосъемка, которая накладывается на рельеф. Далее для моделирования всех дорожных объектов в качестве исходных данных используются чертежи, которые нам предоставляют проектировщики. Продольные профили дорог, поперечные профили. Только после этого проектировщик может выбрать оптимальную траекторию дороги. И, скорее всего, она не будет прямой. Связано это не только с особенностями ландшафта. Если движение по дороге автомобилиста и водителя любой машины больше 5 километров по прямой, внимание его настолько притупляется, что он начинает засыпать. Понимаете? И вот, скажем, в 60-е и 70-е годы было увлечение строить дороги длинными прямыми, с короткими закруглениями. И потом убедились, что это самые аварийные участки. Когда начинаются кривые, это совершенно другое дело. С этой трехмерной интерактивной модели начиналось строительство олимпийской трассы Адлер – Альпика-сервис. Уникальный проект, совмещенный автомобильной и железной дорог, создан с точностью до миллиметра. Совсем скоро эту строительную площадку нельзя будет отличить от ее проектной модели. В 2014 году по этой дороге поедут участники и зрители Олимпиады в Сочи. Но и с окончанием строительства виртуальный инженерный проект будет приносить пользу. Предположим, через 4 года, когда нужно будет проектировать, предположим, какое-то там уширение, съезд, еще что-либо, не нужно будет практически по новой вести полномасштабную гидридическую съемку. Достаточно будет просто извлечь уже сделанную несколько лет назад трехмерную модель дороги и с ней уже работать с точки зрения выполнения дальнейших проектных работ. Проект утвержден, и на местности начинаются подготовительные работы. Сначала участок будущей дороги освобождают от деревьев и кустарников, снимают растительный слой. При расчистке учитываются даже пути миграции животных. Зеленая дорога, когда над дорогой делается специальный, так сказать, путепровод для животных, он большой ширины, иногда до 50-60 метров, причем делается с грунтом, сажается трава, так сказать, деревья, для того, чтобы животные по привычному, так сказать, вот как бы ваншафту могли перемещаться над дорогой. Сегодня это неотъемлемая часть дорожного строительства. Если на месте стройки оказалась старая дорога, ее разбирают до основания. Крупные куски старой дорожной одежды отправятся на переработку. Они будут использованы для строительства дорог, которым не предъявляется высоких требований, например, в городских парках. Из мелких остатков тоже получится дорога, временная, для строительной спецтехники. Фундамент будущей трассы – земляное полотно, главная часть дорожного основания. На него передается основная нагрузка от автомобилей. Задача земляного полотна – обеспечить устойчивость пути и защитить его от вредного воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод. Если этого не будет сделано, то во время эксплуатации будет происходить постепенное оседание неравномерного грунта и будет теряться ровность дороги. Для этого поверх земляного полотна укладывается дренирующий слой. Обычно он состоит из пористого крупнозернистого песка. Он будет отводить воду, попадающую в дорожную конструкцию. Этот слой, естественно, выполняется из песчаного материала. Последнее время вместе с песчаным дренирующим слоем достаточно часто используют всевозможные геотекстильные материалы, которые повышают способность материала вводить воду из дорожной одежды, дренируют дорожную одежду. Ну и это техническое решение дает достаточно хорошие результаты. Геотекстиль – своеобразная арматура, удерживающая дорожное полотно. А значит, этот материал должен обладать выдающейся прочностью. Это подтверждают лабораторные испытания, через которые проходят все строительные материалы. В климатической камере образцы таких материалов нагревают, охлаждают и снова нагревают. И так в течение месяца. После этого образцы высушены будут и испытаны опять же на разрывной машине, и будет оценена потеря прочности. Оценивается гибкость материала при отрицательных температурах и теплостойкость при высоких. В ультрафиолетовой камере моделируется воздействие на материал солнечного света. Через 15 суток образец достанут и снова проверят на разрывной машине на потерю прочности. Материалы делаются из разного сырья, пропитываются разными компонентами. И вот эти вот самые пропитки, это разработки непосредственно, они улучшают характеристики самого материала, его основы. И тем самым держатся в торжайшем секрете производителями. Для защиты дороги от мороза или напротив высоких температур может использоваться и гранитный щебень, поскольку этот материал нечувствителен к отрицательным температурам. Или его дальний родственник – габродиабаз, порода вулканического происхождения. Отличие гранитного щебня от габродиабаза заключается в том, что габродиабаз – это основная порода, а гранит – это кислая порода. Но по характеристикам лучше выбирать щебень габродиабаз, так как у него более высокая плотность, соответственно, более высокая прочность материала. И так как это основная горная порода, он более устойчив к всяким там агрессивным средам, чем нежели гранит. На этом этапе все слои основания максимально уплотняют, чтобы дорожное покрытие не трескалось и не разъезжалось. Делают это с помощью виброкатка. Передвигаясь по полотну, он не просто придавливает грунт. Каток создает вибрацию – сочетание гравитационных и возмущающих сил. В результате частички грунта укладываются максимально компактно и могут выполнить свою основную задачу – правильно распределить нагрузку на будущую дорогу. Все свои дорожные конструкции распределяют нагрузку. И принцип такой, что вот если сосредоточенная нагрузка у нас – колесо наверху, то задача в том, чтобы распределить ее как нужно в большую ширину и чтобы до грунта, условно, один килограмм, приходящийся на квадратный сантиметр, дошел до грунта уже в виде нескольких грамм на квадратный сантиметр. От несущей способности грунта зависит и толщина асфальтового покрытия. Она может варьироваться от двух до пяти слоев. Асфальтовый бетон – искусственный строительный материал. Его готовят из заполнителей – щебня, песка, минерального порошка, смешанных со связующей смолой, битумом или дегтем. Это очень непростой процесс выбора конкретных материалов для конкретной дороги в конкретных условиях эксплуатации. Например, третий слой или иногда второй сверху асфальтового бетона делается полистым. И если появляется трещина и в покрытие проходит вода, то нижний слой должен быть полистым, чтобы ее пропустить ниже. Толщина каждого слоя тоже может быть разной. Верхний слой покрытия, который работает в наиболее сложных условиях, поэтому этот слой делают относительно тоненьким, но из самых лучших, самых износостойких, самых прочных материалов. А вот слой, который находится пониже, делают уже немножко потолще. Ну а требования к этим материалам уже несколько ниже, чем в первом случае. В последние годы в состав асфальта бетона активно вводятся специальные добавки. Они существенно улучшают свойства дорожного полотна. Это микробазальтовая фибра, улучшенная анофальвуденами. Используется как армирующая добавка для улучшения прочностных свойств асфальта бетонов. Это гранулированная сера, которая используется в литых асфальтно-бетонных смесях. Сера улучшает вязкие свойства битума, а это напрямую влияет на образование клея. Основная причина – это то, что в летний период, особенно при максимальных температурах, когда температура асфальта бетонного покрытия повышается, происходит, ну, говоря по-научному, снижение вязкости битума, а говоря по-простому, размягчение. А начинают появляться пластические деформации, то есть которые уже необратимые. Поэтому прежде чем асфальт появится на проезжей части, он обязательно проходит испытания. Эта установка имитирует реальную нагрузку на колесо. Задаем мы определенное количество циклов и определенную температуру. Ну, самые плохие условия. То есть это температура, например, 40 или 50 градусов. И после этого задаем количество проходов данного образца под колесом. И после прохода всех циклов мы снимаем показания. В среднем это показания около 6 миллиметров, что в реальном времени дает запас прочности на, ну, запас от клеобразования на года 2-3. На некоторых трассах сегодня стали укладывать асфальт с добавлением резиновой крошки. Старые автомобильные покрышки, раньше ездившие по дороге, теперь сами становятся дорогой. Это новая технология, которая позволяет избавляться от мусора и делать трассы более прочными. Применение резиновой крошки в асфальтовом бетоне позволяет повысить сдвигустойчивость асфальтового бетона при повышенных летних температурах, повысить трещиностойкость асфальтового бетона при пониженных температурах. При этом известно, что, допустим, применение резиновой крошки в асфальтовом бетоне существенно снижает шумовую нагрузку. Чтобы асфальт ложился ровно и служил долго, к месту строительства его доставляют горячим. 120 градусов Цельсия – минимальная температура, подходящая для укладки. Уже на месте асфальт смешивается с щебнем, и только после этого поступает в асфальту укладчик. Даже когда готовая смесь попадает на полотно, ее температура не должна быть ниже 40 градусов. Поэтому ее измеряют специальными приборами в течение всего процесса укладки дорожного покрытия. Скрепить между собой разные слои асфальта бетона помогает битумная эмульсия. Вязкая масса, способная прочно приклеить камень к камню. Верхний слой асфальта бетона – лицо дороги. Его укатку начинают с крайних полос, постепенно смещаясь к середине. Скорость катка меньше скорости пешехода – от 1 до 3 км в час. Работа практически ювелирная. Все повороты плавные. Одна остановка – и в асфальте вмятина. Даже если она будет практически незаметна, позже это может нарушить целостность покрытия. Много лет в лабораторных условиях ученые создавали принципиально новые материалы, выясняли влияние множества факторов на асфальтобетонное покрытие. Но точно определить, как будет вести себя дорожное полотно, возможно лишь в реальных условиях – на дороге. В 2011 году специалисты Московского автомобильно-дорожного университета создали испытательный комплекс, аналогов которому в России нет. Вся эта установка необходима для того, чтобы в условиях полигона максимально имитировать воздействие автомобиля на дорожные покрытия. И таким образом делать выводы, как себя ведет то или другое покрытие в реальных условиях на дороге. Протяженность беговой дорожки – 96 метров. Максимальная скорость движения – 140 километров в час. Всего за месяц колеса проезжают почти 100 тысяч километров, на каждом круге создавая нагрузку на микрошоссе в 600 килограммов. Движется эта конструкция за счет отдельной гидростанции. Она приводит гидравлический насос во вращение, создает давление масла, и уже давление передается на гидромоторы, которые установлены на каждом колесе. Таким образом мы можем здесь имитировать привод колеса. Кроме того, этими же моторами мы можем и тормозить. То есть создавать воздействие на дорогу, как и при разгоне, как при езде, так же и при торможении. Благодаря этой установке можно проводить разные виды исследований одновременно. Сравнивать дорожные покрытия, исследовать деформацию швов и долговечность разметки, испытывать автомобильные шины. И все это в условиях, максимально приближенных к реальному. Однако современная дорога – это гораздо больше, чем просто покрытие. Сегодня уже мы понимаем, что требования к поверхности дороги и требования к тому, что в нее встраивается, диктуется не необходимостью сделать эту дорогу прочнее или сделать ее более устойчивой к износу, а необходимостью сделать эту дорогу той площадкой, внутри которой происходит какой-то процесс принятия решения. Сегодня учеными активно ведутся уникальные исследования по психофизиологии участников дорожного движения. Это наш исследовательский комплекс, который представляет из себя половину реального автомобиля и систему визуализацию в виде пяти проекторов и трех сзади экранов для имитации полного погружения в дорожную обстановку. На водителе установлено ряд датчиков, которые мерят его психофизиологические параметры. Сначала водитель входит в легенду. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к управлению. Когда начинается активная фаза эксперимента, психофизиологические параметры водителя практически совпадают с реальной ситуацией на дороге. И, наконец, наступает период усталости, когда человек начинает воспринимать все происходящее как игру. Это нужно для того, чтобы у него не сформировалось определенное предпочтение к стилю вождения. Нужно для того, чтобы выявить его реальный психотип на дороге. Простой пример влияния поведения человека на дорожное движение. Российский водитель смотрит ниже горизонтали дороги почти на 16 градусов. Европейский – строго прямо перед собой. Поэтому россиянам сложнее следить за дорожными знаками. Они не попадают в зону периферийного зрения большинства наших соотечественников. Выявив этот факт, ученые предлагают откорректировать расположение дорожных знаков. Психотип водителя – это некий набор стандартных отличий этого водителя, который говорит или показывает то, в какой степени этот водитель адекватно себя ведет той информацией или той обстановке, которая на дороге развивается вокруг него. Так обычный европеец читает электронное табло, как книгу. Сверху вниз, слева направо. Российский водитель концентрирует внимание в правом нижнем углу. При этом он не воспринимает больше трех строк информации. А значит, для наших дорог оптимальным будет информационное табло с двумя строками текста справа. А слева – пиктограмма дорожного знака. На реальной дороге водители ведут себя по определенному психотипу. Мы можем переводить участников дорожного движения из одного типа в другой, и таким образом управлять транспортным потоком. Главное неудобство для любого водителя – дорожные пробки. Возможно, в ближайшем будущем эту проблему решит математика, вернее, компьютерная программа, созданная на основе сложнейших математических алгоритмов. Например, здесь у нас представлено пересечение Ленинградского шоссе и третьего транспортного кольца. На основной части Ленинградского шоссе мы смоделировали ДТП – это перекрытие двух полос. Сразу же образовывается затор. Но соседний дублер Ленинградского шоссе – он свободен. Значит, мы заранее можем перевоспределить транспортный поток так, чтобы общая скорость движения в сети увеличилась. То есть мы будем по максимуму использовать всю возможную пропускную способность сети. Этот сценарий отрабатывается и в реальных условиях – на полигонном конструкторе «Умная дорога». Сейчас здесь установлена система адаптивного управления светофором, динамическое табло, подключенное к метеорологической станции, видеокамеры и множество датчиков. В своей сути этот полигон является уникальным, потому что здесь проходят испытания все телематические и интеллектуальные системы, которые будут останавливаться в дальнейшем на дорогах Российской Федерации. На основе этого комплекса создана масштабная модель Федеральной информационной автоматизированной системы идентификации объектов дорожного движения. Она контролирует соблюдение правил дорожного движения, выстраивает логистику доставки грузов, управляет системой парковок, предотвращает аварии, делает фантастическое будущее реальностью. Потихонечку транспортная ситуация меняется. В принципе, автомобили перестают быть отдельно взятыми кусками железа на дороге. Все больше и больше это информационное пространство, которое ложится сверху на дорогу и превращает дорогу в некий канал взаимодействия между этими автомобилями. Сегодня умная дорога – завершающее звено научно-исследовательской работы. Завтра – начало новых интеллектуальных автотрасс. Возможно, они не только будут управлять движением, питать машины энергией и обеспечивать их безопасность, но и превратятся в единое информационное пространство, в котором водители и их автомобили смогут общаться друг с другом. Такова перспектива, уже проглядывающаяся с сегодняшнего дня на ближайшее будущее. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ